Екатерине Александровне было 5,5 лет, когда началась война. Вспоминает самый тяжелый год блокады, 42-й они пережили. Но мать отдавала почти всю еду дочери и в итоге скончалась от голода. Девочку определили в детский дом, а через неделю отправили на катере через Ладожское озеро. Вот самое страшное в моей жизни – это эвакуация через Ладожское озеро. Был дошкольный детский дом, человек 12 у нас всего было. Вот, летели два самолета, бомбили. Вот свист этих бомб, помню, как змеи летят с этой стороны, с этой стороны. Потом что-то в иллюминатор посмотрела, а летчик стреляет, стреляет. Впереди шли две баржи с детьми, их разбомбили, а маленький катер уцелел. Правда, Екатерина узнала об этом чуть позже. От страха девочка потеряла сознание, очнулась уже на другой стороне. А эти женщины бежали с детьми, и когда подбежали к нашим телегам-то, и тишина. Они никогда не видели таких детей. Все мы были, конечно, дистрофики. Вот лично я была, голова вся в нарывах была, и нам даже стыдно было смотреть. Не поднимали мы голову. И вот таких детей отмыли, вылечили, отпоили рыбим жиром, и видите, как долго мы живем. В честь юбилейной даты, 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда в библиотеке имени Крупской прошло памятное мероприятие. В нем приняли участие как жители блокадного Ленинграда, которых в Ленинском районе сейчас осталось 10 человек, так и юнормейцы, школьники и студенты. И сейчас их подвиг является примером для нашей молодежи, для подрастающего поколения, потому что благодаря таким людям мы понимаем, что в наших жилах течет кровь настоящих героев, генетические корни в нас мощные, заложенные, что вселяет в нас и гордость, и уверенность в будущем, и надежда на скорую победу. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, ветеранам, которые имеют медаль за оборону Ленинграда и нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда», вручены знаки отличия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Помимо этого, они получат единовременную денежную выплату. Андрей Бессонов, Виктория Шара, Игорь Казановский. События.